И все это предпосылки хорошей, правильной, позитивной, благотворительной истории, которая случится уже очень скоро. 3 декабря случится эта история, но прямо сейчас хотелось бы представить гостей. У нас в гостях сестры Монтулины, София и Радмила, братья Егоровы, Никита и Тимофей, Вадим Заружный, это представители генерального спонсора этого мероприятия, и Надеюсь, что Куликова руководитель Красноярской кровоорганизации «ЩИТ». Доброе утро. Доброе утро. 3 декабря у нас придет такое хорошее, правильное мероприятие. Надежда, наверное, к вам, как к одному из организаторов, кого это мероприятие объединит в первую очередь? Ну, прежде всего, мы объединяем детей инвалидов и наши творческие коллективы, которые совместно подготовят прекраснейший, красивейший концерт. И я думаю, что дети и все коллективы, которые с душой к нему относятся и готовят его, ну, он будет очень достойным. Ну, я знаю, что подготовка уже достаточно давно идет к этому мероприятию, да? Да, подготовка идет давно, все по плану, и мы даже не ожидали вот именно такого интереса. Многие даже коллективы отменили свои гастроли ради того, чтобы принять участие в этом проекте. Мы очень довольны, благодарны им, огромное спасибо. А сегодня какую песню мы подготовили? Что? Ну, девушки, наверное, да. Сегодня будем исполнять очень известную песню «Надежда» вместе с мальчиками. Та самая «Надежда» вот эта советская классика. Наверное. Слушайте, это моя любимая песня. Ну, там все прекрасно, от слов до музыки. Давайте прямо сейчас мы послушаем в вашем исполнении эту песню, хорошо? Давайте. Давайте. Светит незнакомая звезда, Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города, Спящие огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, Здесь у нас холодные рассветы, Здесь на неизведанном пути Ждут замысловатые сюжеты. Надежда мой компас земной, А удача награда за смелость. А песни довольно одной, Чтоб только о доме в ней пелось. Надежда. Надежда. И забыть по-прежнему нельзя Все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, Синие московские метели. Снова между нами города, Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда, Светит, словно памятник надежде. Надежда мой компас земной, А удача награда за смелость. А песни довольно одной, Чтоб только о доме в ней пелось. Надежда. 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 Большое спасибо. Аклодируем всей компанией. И давайте, наверное, обсудим важную вещь. Владимир Вячеславович, вы как представитель крупной компании. Вот корпоративная этика или корпоративные правила, насколько сочетается с благотворительностью и помощью мероприятиям подобного плана? Ну, помимо корпоративной этики, у нас есть базовая такая ценность. Это социальная ответственность. И, конечно, социальная ответственность – это реализация большого количества социальных и благотворительных проектов. Мы уже несколько лет сотрудничаем с краевой общественной организацией «ЩИД». Полагаю, что в лице Надежды Владимировны Куликовой организации делают очень много полезных дел для наших детей. Детей, скажем так, особых. Сейчас, правда, принято говорить, детей инвалидов не хочется говорить. Особых детей. Да, я называю так особыми детьми. И, конечно, мы с удовольствием поддержали предстоящий проект, масштабный проект, который называется «Пусть всегда буду я». Я думаю, дети будут очень рады поучаствовать в этом проекте. Он охватывает большое количество регионов. Мы с удовольствием его поддержали. Ну, большое вам спасибо за то, что в наше непростое время, когда крупные компании секвестируют бюджеты, сокращают эту статью расходов, вы оставили без изменений. Вадим Вячеславович... Да, у нас это действительно остается без изменений. Да, прошу прощения. И с года в год компания... Вот я только хотела вас спросить. Вы являетесь замдиректора по связям и коммуникациям акционерного общества «СОЭК». Вот как часто вы, в принципе, принимаете участие в подобных мероприятиях? Ну, довольно часто приходится выезжать в различные регионы. У нас их семь основных регионов. Это Кемеровская область, Красноярский край, Республика Бурятия, Хакасия, Забайкальский край, Приморский край, Хабаровский край. У нас мы, скажем, в Приморье мы очень активно взаимодействуем с фондом «Мы вместе». В Хабаровске это фонд тоже поддержки детей, особых детей, счастливое детство. И вот в Красноярске у нас есть общественная организация «ЩИТ».